На рейсе аэрофлота, который летит как минимум с Камчатки, чтобы меню, которое было заявлено в полете, оно было под названием «Моя любимая Камчатка». Специальное камчатское меню может появиться на рейсах аэрофлота, а лучшую местную продукцию жители края смогут отмечать брендом «Моя любимая Камчатка». Первый народный конкурс туристических проектов, организованный Ириной Яровой, даст жизнь целому ряду новых имиджевых для края инициатив. Мы договорились с Владимиром Викторовичем, с губернатором о том, что мы с нашими предпринимателями проведем такую работу и введем такую номинацию, как знак отличия, поощрения и признания, опять же, жителями края. То есть эта марка будет присваиваться жителями. То есть это будет народная номинация того, что выберут сами жители в качестве любимой продукции, что будет предложено и нашим гостям. Ранее парламентарий решила вопрос с правительством страны о выделении средств на завершение строительства краевого театра «Кукол». А во время подведения итогов конкурса в Москве Ирина Яровая предложила члену жюри Владимиру Машкову сотрудничество с Камчаткой по линии театрального искусства. Народный артист с удовольствием откликнулся. Я сам вырос в театре «Кукол». У меня родители работали в театре «Кукол». И у меня достаточно тесные связи с Новокузнецким театром «Кукол». Он поближе, чем Москва. И у нас проходит фестиваль, и фестиваль «Кукол в детских руках». И, конечно, может быть, действительно мы как-то соединимся. И ребята из Сибири туда приедут. Напомним, 14 сентября в пресс-центре Международного информагентства «Россия сегодня» состоялось подведение итогов первонародного конкурса турпроектов «Моя любимая Камчатка. Приглашение к путешествию». Ее автор и председатель жюри – вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В состав жюри также вошел губернатор Владимир Солодов, народные артисты, спортсмены и многие другие известные люди. За два месяца камчатцы отправили более 250 предложений. В своей работе депутат всегда опирается на предложения и обращения людей. «Для меня каждое обращение человека, жителя Камчатки – это разговор. Это разговор с человеком. И я всегда всех ориентирую на то, что каждый должен быть чуток и внимателен к тому, почему человек вообще к тебе пришел, а что он хочет с тобой обсудить, а какая у него есть проблема. Вот рассмотрев более 20 тысяч обращений людей и работая по разным жизненным ситуациям, когда речь идет, допустим, о жизни и здоровье просто в режиме МЧС и спасения, я понимаю, что если человек пришел, значит, ты, именно ты тот человек, на которого он надеется». Также вице-спикер Госдумы заявила, что конкурс станет платформой для продвижения проекта создания в регионе крупного реабилитационного центра. Депутат инициирует такой проект на федеральном уровне и уверена, что уникальные бальнеологические ресурсы Камчатского края позволят добиться успеха и в этом направлении, а все финалисты конкурса смогут претендовать на поддержку властей региона.